Председатель окружной общественной палаты отчиталась перед депутатами собрания Ненецкого округа. Мария Крупенькина представила доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ненецком округе в 2018 году. Доклад председателя общественной палаты затрагивал основные направления работы данного общественного органа. Основным институтом в развитии гражданского общества являются некоммерческие организации. В нашем регионе на сегодняшний день их более 170. Все они получают поддержку от региональных властей в виде грантов и субсидий. Так, в 2018 году 45 организаций получили субсидии. 9 социальных проектов получили поддержку фонда социальных грантов. По мнению общественной палаты, в регионе необходимо активизировать передачу части социальных услуг от государственных учреждений на исполнение социально ориентированным организациям и частным структурам. Для привлечения представителей некоммерческого сектора в реестр поставщиков социальных услуг необходимо проработать вопрос о повышении тарифов на соцуслуги, а также рассмотреть возможность участия в процессе исполнения части госполномочий предпринимателей. Активно заняться проработкой пилотных проектов. Это могут быть проекты в сфере дополнительного образования, ухода за гражданами, в сфере спорта, туризма и культуры. По итогам небольшого опроса, который общественная палата провела среди некоммерческих организаций, выяснилось, что НКО, например, вот два только примера приведу, готовы взять на себя исполнение госполномочий по оказанию юридической помощи или уборке дорог. Также в отчете отмечалась необходимость усиления работы общественных советов при органах региональной муниципальной властей, обеспечить взаимодействие между общественной палатой и советами. Кроме того, в 2018 году членами общественной палаты проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение жизни северян. Так, в декабре прошлого года прошел рейд по медицинским учреждениям города. По инициативе председателя палаты проведен форум «Доступность здравоохранения в Ненецком округе». Все решения форума в рекомендательном порядке направлены заинтересованным лицам. Решать вопросы доступности здравоохранения, по мнению общественников, необходимо комплексно. В том числе пересмотреть зарплаты медицинских работников, решить проблему с нехваткой помещений, продлить срок аренды жилья для медиков с 5 до 10 лет или рассмотреть вопрос строительства в округе ведомственного жилья. Также предложено вернуть гарантийные письма, по которым пациенты, направленные на лечение за пределы Ненецкого округа, смогут приобретать билеты без собственных вложений. Председатель общественной палаты акцентировала внимание на проблеме алкоголизации населения, особенно подростков. «Да, меры по ограничению продажи алкоголя подросткам существуют, но получается, что они либо работают очень слабо. Поэтому в данном направлении необходимо вести постоянную работу, а при необходимости вносить изменения в законодательство. Как одно из предложений окружных полицейских ограничить работу веселительных заведений Ненецкого округа до двух часов ночи». Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский, присутствующий на сессии, отметил значимость этой проблемы. По его мнению, налицо недостаточный контроль за такими заведениями, отсутствие штрафов владельцам за нарушение законодательства. «Если мы не будем эту работу проводить, если мы не вобьем в голову владельцев таких заведений, что наказание за такие деяния неотвратимо, то мы, к сожалению, здесь, наверное, никакими иными способами не решим этот вопрос. Но и крайне важно, что, конечно, основная проблема еще и в том, что у молодежи в нашем округе сегодня недостаточно мест для современного, интересного проведения свободного времени». В связи с этим губернатор отметил, что в поселке Красное планируется переоборудовать здание старого детского сада под досуговые центры для молодежи. Среди приоритетных направлений деятельности в 2019 году Мария Крупенькина выделила дальнейшую работу в таких областях, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...